Спасибо. Я люблю вас. Это уже четвертая книга австрийского автора. И если раньше он отдельно писал о вере и любви, то новое издание помогает преодолевать повседневные проблемы. Ник, родившийся без рук и ног, стал примером для миллионов людей по всему миру. Он посетил 60 стран, встречался с 13 президентами государств. С последнего визита Ника в Россию прошел год. За это время он второй раз стал отцом. Однако есть в жизни молодого человека и трудности. По словам писателя, самое главное в жизни человека с инвалидностью – поверить в безграничность своих возможностей. Этим и делится автор в своих книгах. Я, конечно же, благодарен Нику, что он приехал в Сочи, что дал возможность многим людям просто прикоснуться к той вере, которая исходит от человека, к той надежде, которую он испытывает. Восхищаемся его путем, его задачей в жизни. И тем, что он несет в планете, что он несет людям, людям. Хотелось выразить в первую очередь свое почтение, уважение к нему, придя сюда. Благодарность. Благодарность и огромную любовь. То, что он… Какое открытое и огромное сердце его чувствовалось в этом зале просто физически. Ник – он очень хороший оратор. И это известно уже давно. Его бы не приглашали, я думаю, в разные страны. Он действительно мотивирует, хотя бы потому, что человек без рук и без ног, который настолько любит жизнь, это действительно очень хороший пример для подражания. Свой визит в Сочу Ник Войчич завершил выступлением во дворце Большой и обещает вернуться в Россию в 2018 году на чемпионат мира по футболу. Я, например, в Украине даже не думал, что…